Во Владимирской области за прошлый год количество смертей на дороге сократилось на 15 человек. Этого удалось добиться с помощью комплексных мер. Установки светофоров, пешеходных переходов, ремонта дорог, пропаганда безопасного движения и так далее. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Тиняков объяснил, есть показатель, выше которого количество смертей допускать нельзя. В том году этот показатель был 215 человек. По итогам погибло 200. Расчет такой. Устанавливаются коэффициенты транспортного риска и социального риска. Социальный риск рассчитывается от численности населения, от количества транспорта. Но его нельзя пощупать. Коэффициент, да он и есть коэффициент. Но в конечном итоге он выходит через численность населения и количество транспорта на человеческие жизни. На пресс-конференции прозвучал вопрос от нашего телеканала. Как будет решаться вопрос с пробками в юго-западном районе? Напомним, с появлением развязки на Спиранского ухудшилось движение на улице Чапаева. Туда хлынул поток машин с новой четырехполосной дороги. Юго-западному району явно не хватает путей для выезда. Уже почти 10 лет назад появился план на расширение дороги на Чапаева. Для этого необходимо было снести пять частных домов. Также предполагалось создание перемычки с улицы Спиранского на Красную. А еще строительство дороги, которая соединит микрорайон 8 Юзе и диктора Левитана. Изначально, когда рассматривался этот проект, Департаментом транспорта и дорожного хозяйства было предложено администрации города рассмотреть выход на Ленина. На тот момент решения, соответствующие городскими властями, принято не было. Министр транспорта и дорожного хозяйства объяснил, в тот момент городские власти по каким-то причинам не смогли расселить пять частных домов на Чапаева. Развязка была открыта как первый этап проекта. Когда проблема выезда из микрорайона 8 Юзе будет решена полностью, пока неизвестно. Конечно, к нему в любом случае нужно возвращаться к решению этого вопроса. Потому что с каждым годом, я вам скажу, что количество транспортных средств увеличивается в регионе. Мы готовы рассматривать совместно с администрацией, но здесь инициатива за городом. На пресс-конференции министра транспорта и дорожного хозяйства спросили о ситуации в Юревце. Напомним, летом там планируется ремонт дорог, на которые выделено более 570 миллионов рублей. Благоустроят несколько улиц, создадут пешеходные и велосипедные дорожки, новые остановки. Но будет ли решена проблема пробок? Дорожные эксперты считают, что необходим дополнительный выезд из Юревца. Министр Николай Тиняков объяснил, сейчас о строительстве дополнительных выездов не может быть и речи. Сначала необходимо проанализировать трафик, а пока не отремонтирован мост на Южной объездной, это невозможно. Недавно комиссия от правительства области встречалась с руководством федеральной трассы. Вопрос по Юревцу обсуждали в рамках проведения ремонта, никаких реконструкций там, только ремонта. То есть состояние существующего дорожного полотна. Вот пока такие планы. Они могут измениться, просто это федеральная дорога, там ведь тоже точно такая же ситуация с финансированием. К слову о финансировании. В этом году на дорожные работы выделили бюджет меньше, чем в предыдущем. Это связано с общей ситуацией в стране, объяснил министр транспорта и дорожного хозяйства. В любом случае, к 2024 году наш регион должен привести в нормативное состояние минимум 52% дорог. На сегодняшний день этот показатель 48%. В этом году планируется продолжить ремонтировать сельские и городские дороги, а также участки трасс. Но главным событием этого года станет открытие Рпенского проезда. Его строительство обещают закончить к осени. Мария Гончарова, Александр Агафонов, 6 канал.